Продолжал свирепствовать Парижский январь, а точнее Версальский, а точнее то место, куда редко ступает нога отечественного туриста, а ведь оно на самом деле крайне важно опять-таки в восприятии не только французской, но и нашей революции, потому что всегда в истории есть персонажи, которые не устраивают ни левых, ни правых. Я думаю, вы понимаете, почему я про них старательно вам вещаю. Вот, например, один из таких персонажей – это Лафайет. Вот он там на заднем фоне стоит. Здесь у нас человек, фамилию которого знал каждый советский школьник – Першинг, потому что небезызвестные ракеты были названы в его честь. Если он герой Первой мировой войны, он командовал экспедиционным корпусом, который был послан на помощь союзникам в Европу, то Лафайет – это совсем другая история. Это тоже герой борьбы за независимость. Тут, ну, независимость Америки, вообще я уже об этом говорил и буду говорить. Поразительная история, когда… История, история, извините за повторение. Так сказать, все, что в башке у меня записано на подкорке, то и читаю. Королевская семья, французская, поддерживала Соединенные Штаты Америки, революционные Соединенные Штаты Америки в борьбе с Англией. Монархическая, абсолютистская страна, союзник, в общем-то, нарождающейся демокрации. Демократия – это, как вы понимаете, тот еще прикол. Но в данном случае мы говорим о персонаже, который изменил свою фамилию, во-первых, ради революции. Вот, например, приставка «До» – это сразу признак дворянства. У нас был такой архитектор французский, Тамада Тамон. Он возвел, ну, по его проекту построено здание биржи. И вообще весь этот комплекс на стрелке Васильевского острова с растральными колоннами, то, что вы можете лицезреть на 50-рублябой купюре, которая, по-моему, уже отошла в былое. Он представил себе это до, когда пересекал границу, да, чтобы как-то придать вес. Или вот я уже говорил об этом, или буду говорить, я не знаю, в каком порядке я буду монтировать данные, в своей зарисовке, Дантон, да, он был просто Дантон, сделал себе апостроф «Д-Антон», чтобы быть, как бы, князем, бароном, кем хотите, на наш лад. А вот Лафайет, он, наоборот, он убрал приставку «До», он был «Д-Лафайет», для того, чтобы выглядеть более революционным. И это ему удалось, теперь мы его знаем именно как Лафайет, да, для кого-то это галерея, да, вот есть торт «Наполеон», есть галерея Лафайет, а есть человек Лафайет. И вот этот вот Лафайет, он во время французской революции, естественно, всплыл на поверхность, потому что он был национальный герой до этого, он был известен во Франции, он сразу же вошел в высшие круги, он был депутатом во время генеральных штатов. И он пытался как раз-таки, ну, как-то вот проводить сбалансированную политику, чтобы и монархия осталась, и конституция была принята, и чтобы это была, как вы понимаете, что? Правильно, конституционная монархия. Но в своих попытках он не находил понимания ни со стороны королевской семьи, ни со стороны крайне левых персонажей, которые заправляли в клубе кордельеров, в клубе якобинцев. И самым знаковым, конечно же, событием был расстрел 17 июля 1791 года на Марсовом поле. Фюзеляд, ну, то есть это французское слово, фюзеляд, у нас это переводится как резня на Марсовом поле и так далее. Это опять-таки очень интересный, это очень интересный параллель с нашими событиями, потому что это не кровавое воскресенье, нет, это не по приказу короля был этот расстрел. Там очень долгая предыстория, что да как, Лафайет, который был главой национальной гвардии, пытался восстановить порядок, когда туда толпа явилась. И, в общем-то, ему это какое-то время удавалось, пока, наконец-то, не подтянулись силы, возглавляемые Д'Антоном и Камилем Д'Амуленом. И, в общем-то, начались всякие броски камней в солдат, был сделан предупредительный выстрел, один, второй, ну и потом, потом с пускатом, да, потом полегло немало мирных граждан. Это, конечно, прямая параллель с июльским кризисом 1917 года, когда по приказу Временного правительства, демократического органа, была расстреляна демонстрация уже в Петрограде. И, в итоге, Лафайет пытался помочь и королевской семье, но, известная фраза, королева сказала, лучше смерть, чем помощь Лафайета. И, в общем, не найдя поддержки ни там, ни там, он, в итоге, отстранился, точнее, он пытался, да, там, посылал письма гневные, сам приехал, но, такой, знаете, был новоявленный кромбель, от подобной помощи отказались. В итоге, ему вот здесь стоит такой грандиозный памятник, вот здесь стоит памятник Першингу, есть в Париже и улица в его честь и так далее. Но, по сути, если брать, скажем, именно истинных революционных позиций, то это, конечно, ну вот, в риторике некоторых наших граждан, проклятый буржуй, вообще подавитель революционных начал и бла-бла-бла. Но во Франции на все это смотрят несколько иначе. И, опять-таки, я это постоянно повторяю, в этом, собственно, и достоинство французов, то, что они смогли свое прошлое, вот, знаете, как вот амальгаму, да, такую, создать из всех событий и ставить памятники как королям, так и вот подобным генералам. Ну, а я, собственно, двигаюсь дальше Версаль, хотя, конечно же, в хронологическом порядке этот конкретно отрезок моего рассказа будет стоять не в начале, а где-нибудь в серединке. Да, и, кстати, я вот, можете себе представить, из Парижа вот на этом агрегате вполне себе благополучно добрался до Версаля. Погода адская, просто катастрофическая, я бы сказал. И в этой связи начинаешь задумываться, как же повезло этим французам. Решетка, которая находится у меня за спиной, была установлена в 2008 году, потому что в 1794 году она была разрушена, а сделана она была по проекту Жюля Ардуана Мансара, одного из главных архитекторов Людовика XIV. И, собственно, вот именно к этой решетке пришли несколько тысяч женщин из Парижа, когда пошел слух, что здесь есть запасы муки. И в Париже не хватало хлеба, но циркулировали слухи, как вы знаете, это байка народная, что когда пришли к Марии Антонетти, сказали, что нету хлеба, людям нечего есть. Она сказала, пускай едят, ну, готово, она сказала, там, пирожные, печенье, как угодно это можно переводить. И под проливным дождем они дочапали от Парижа до Версаля. Ну, собственно, это вполне возможно. Я вот на велосипеде доехал от Парижа до Версаля. Это, конечно, не пешком, но вполне себе реально. И среди них были мужичины, которые были тоже переодеты в женщин. Для чего? Для того, чтобы проникнуть туда внутрь. И им это в итоге удалось на самом деле. И королевская семья сначала вышла на балкон, ну, вот, не знаю, видно его или нет. Вот, по указанию Лафайета, ну, вежливому, но указанию. То есть он сказал, вы знаете, ваше величество, вам надо выйти, успокоить толпу. Сначала вышел король, а потом пришлось выйти и королеве. Ну, как вы понимаете, это добавило любви к Лафайету. А затем был принят указ о том, что королевская семья отсюда перемещается обратно в Париж. И, собственно, больше она сюда не вернулась. И хотелось бы сказать еще про одну, последнюю статью в декларации прав человека. Она была добавлена потом. Она гласила о том, что вся частная собственность является неприкосновенной. Тут многие аристократы выдохнули. Как все-таки мысль развивается во французских головах. И это на самом деле основа их общества до сих пор. Откуда есть пошла земля русская, это вопрос дебатируемый. А вот откуда есть пошла французская республика, здесь можно назвать несколько отправных точек. И одна из них находится у нас за спиной. Вот это авеню Пари, то есть парижская авеню. Вот там вот буквально, опять-таки в 10 минутах ходьбы, находится Версальский дворец с парками, куда я намереваюсь отправиться после того, как обследую все, что здесь мне нужно в самом Версале. На нашей спине опять-таки есть мемориальная доска, которая говорит, что именно здесь собрались депутаты генеральных штатов. Здание называется «Саль де меню плезир». Ну, плезир, плезе, это некое удовольствие. Меню, это как бы маленькие удовольствия. На самом деле, изначально оно было построено по указанию Людовика XV. И здесь располагался склад, по сути говоря. То есть здесь хранились декорации, всевозможные какие-то приспособления для изготовления скульптуры, вообще небольшие скульптурные мастерские. Здесь же был склад музыкальных инструментов. И тут же жил, имел офис, как бы мы сейчас сказали, начальник этого самого департамента меню плезир, который заведовал всевозможными такими небольшими удовольствиями для короля. Вот когда встал вопрос, где же собирать депутатов этих самых генеральных штатов, было предложено, пусть они соберутся здесь. Здесь на самом деле было два помещения. Одно выходит сюда, а другое выходит на соседнюю улицу. Действительно, они сюда прибыли. Три сословия. Дворянство, духовенство и так называемое третье сословие. Вышел король. Король был в шляпе с белым пером. И по этикету он и дворянство не должен был снимать шляпу, а третье сословие должно было снять. Но третье сословие шляпу снимать не хотело. Шляпы. Что делать? Повисла такая, знаете, пауза напряженная. И король нашелся. Он сказал, ой, как жарко сегодня. Снял эту шляпу. Ну, если за ним, естественно, шляпы сняли и аристократы, ну, а потом и все остальные. Здесь далее происходили не менее замечательные события, связанные с терками между этими сословиями, потому что аристократы изначально не хотели, аристократы дворянства не хотели заседать вместе с третьим сословием. Естественно, когда ситуация начала выходить под контролем, авторияч, как ее называл простой люд, приказала, ну, точнее, не приказала, она сказала, что надо закрыть этот зал. Тогда они отправились туда, куда мы еще, я надеюсь, с вами тоже отправимся. Но затем случилось то, что пытались разогнать это собрание. И Мирабо выступил со своей знаменитой фразой, что, вы знаете, мы уйдем отсюда только если к нам применят силу оружия. Ну, там шла речь непосредственно про байонеты, про штыки. И они остались. Именно здесь, в этом здании, вот тут написано, да, 25 августа 1789 года была принята Декларация прав человека, которая с тех пор была дважды подтверждена французской конституцией. И ее нарушение считается антиконституциональным актом уже официально даже сейчас. А перед этим здесь была сформирована Л'Ассамбле Националь, как ее называют французы. Это придумал СИЕС. Там были разные варианты. Мирабо предлагал свой вариант. Это было такое длинное, абсолютно нетруднопроизносимое. Но вот победила Л'Ассамбле Националь, которая потом эволюционировала и превратилась в главный правительственный орган республики. Если посмотреть в гугле, как называется эта улица, то мы прочитаем Эта Женеро. Возникнет логичный вопрос, что это за такая Женеро, что это за подружка и почему она так фамильярно названа Эта. На самом деле Л'Ассамбле Националь – это генеральные штаты. И именно здесь располагается несколько картин, которые показывают события тех времен. Сначала здесь идет собрание натаблей, которое предшествовало генеральным штатам. Имеется в виду, что оно здесь происходило. Это было тоже заседание, куда приглашались, ну, натабли, понятно, да, представители дворянства. И на самом деле они могли влиять на принятие решения, но, конечно же, до какого-то революционного комитета им было далеко. Далее идет вот как раз сцена, которая показывает первое собрание этих самых генеральных штатов. Все рассажены по местам, согласно купленным билетам, ну, согласно принадлежности, сословиям. По бокам всевозможные зрители присутствуют. Ну, и вот там вот король заседает. Дальше у нас есть как раз 17 июля 1789 года. Это провозглашение непосредственно вот этой самой Л'Ассамбле Националь, как вы видите. Вот с этой стороны там как раз видно Кляхже, то, что называется, это представители духовенства. Ну, а дальше у нас идет то, о чем я говорил на предыдущей точке. Это вот та самая декларация знаменитая, которая стала отправным моментом для всего, для всей страны. Можно заплатить большие деньги и пойти в Версальский дворец, Версальский парк и так далее. А можно абсолютно бесплатно прийти в то место, ну, одно из тех мест, которые точно так же относятся непосредственно как к истории страны, так и к истории революции и являются одним из самых главных мест в истории государства французского. Это зал для игры в мяч. Вообще слово «теннис» – это искаженное произнесение французского слова «тене», то есть «держи», «лови». Англичане его вот так вот исковеркали. Теннис играли раньше здесь, ну, в предтечу тенниса. Этот зал был построен специально для того, чтобы король его придворные здесь развлекались. Тут дальше есть даже ракеточка старая, мячик, как они выглядели и так далее. Именно сюда пришли депутаты после того, как саль де мини-плезир был закрыт, зал вот этот вот. И тогда один человек, без которого находится в том дальнем углу, мы сейчас к нему подойдем, сказал, «Ребята, здесь есть прекрасное помещение». Они сюда пришли и здесь принесли клятву, священную клятву, не расходиться до тех пор, пока они не примут конституцию, пока Франция не перейдет на новые рельсы правления. И надо сказать, что вот картина, которая висит за моей спиной, изображающая, ну, собственно, эту клятву, вот здесь вот есть как бы ее копия. Кстати, о птичках вот здесь же есть копия, миниатюрная копия Бастилии. Вот так выглядела эта самая Бастилия, когда ее сносили. Видите, там внутри еще помещение специальное, где, собственно, жил начальник тюрьмы и все сопутствующие ему товарищи. Так вот, если глянуть на список людей, которые участвовали в принесении этой клятвы, и посмотреть на года их жизни, то не у всех, конечно, но у многих жизнь обрывается в 1793 году. Как вы понимаете, это неспроста. У некоторых в 1794 году. Ну, вот, например, яркий, вот, например, яркий пример. Видите, какой я, опять-таки, велеречивый оратор. Это Баиль. Это первый президент Национальной Ассамблеи. Он занимал потом несколько постов. Вот здесь они указаны, вы уж простите, я наизусть их не помню. Он был избран председателем всего третьего сословия на этих заседаниях. Президент Национальной Ассамблеи, о чем я уже сказал. Ну, и о чем здесь не сказано? Здесь не сказано о том, что этот ученый, астроном и прочее закончил свои дни, как вы думаете, где? Да-да, на гильотине. И даже капли, яку слезы падают с небес в этот момент. Он здесь не фашистское приветствие, на самом деле, делает он, клянется, торжественно клянется, как он это делал вот на этой вот самой картине. Ну, отсюда, может быть, не видно, я потом ее вставлю. Вот там вот он в центре стоит. А в углу, если мы подойдем, находится наш давний знакомый, который имеет непосредственное отношение к этой самой гильотине. Вот он, Жозеф Гильотен. Ну, надо сказать ему большое спасибо. Многие люди расстались со своей жизнью быстро и без каких-нибудь болей. Ну, как, например, вот этот вот человек Рабуду, Санэтьен. Он приносил здесь клятву, а потом отправился туда, куда и должно быть отправленным. И чего мы здесь не найдем, это бюсты абсолютно безызвестного ныне персонажа, бывшего солдата, который подрабатывал, ну, как подрабатывал, работал логичным певцом. И он придумал слова для очень популярного в то время контр-данса. Контр-данс, это, ну, слово country dance, это такой деревенский танец, постаральный и крестьянский, как угодно. Музыку он не написал. Музыку эту, кстати, по преданию, любил исполнять на клавесине сама Мария Антуанетта. Зато он написал слова, по-моему, его звали Баде. Так вот, слова эти звучали так. Асэйра, сэйра, сэйра, лезар... Элезаристакады, сун лантерны, асэйра, сэйра. Слова эти звучали так. Слова эти звучали так. Асэйра, сэйра, сэйра, лезаристакады су лантерны, асэйра, сэйра, 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 лезаристакады лень пандра. я это перевел как а все путем, все путем, все путем всех аристократов мы повесим а все путем, все путем, все путем всех аристократов мы убьем тут вот Егор Николаевич взялся перевести возможно у него другой будет перевод по преданию это опять-таки исходит от слов Бенджамина Франклина который все время говорил что it will be fine эта фраза дошла до сюда и вот она трансформировалась в сайра сайра стала самым настоящим народным гимном дом появления Марсельезы вот антиаристократичным антикоролевским вообще анти напевали его все и впоследствии действия, которые проповедовались в этой песне были исполнены на 100% аристократов не только вешали на фонарях им отрубали голову головы им насаживали на пики и с этими пиками дефилировали по всему Парижу друзья мои, это только первая часть топографии французской революции и французского террора будет продолжение помимо этой наглядной схемы я помещу в описании под роликом ссылки на Google Maps вот этих трех мест о которых я рассказывал ну за исключение он дворца потому что дворец я думаю вы и так найдете мало ли, оказавшись в Версале у вас возникнет желание посмотреть все своими глазами от себя хочу напомнить, что мы едем в Париж в конце января 2021 года идет набор очередной группы в Петербурге ближайшая экскурсия 7 марта в канун международного женского дня она будет называться между проституцией и терроризмом 14 марта Распутин против охранки Романова без соплей 15 марта убийство Павла I Столыпин и проходные дворы в Москве экскурсии начнутся в апреле будет много пример и также напоминаю про тур в Петербург со 2 по 4 мая все подробности вы можете найти по ссылкам которые указаны внизу на этом все оставляйте комментарии увидимся и услышимся пока пока